Эпидемия понемногу отступает. Если на прошлой неделе в инфекционную больницу обращались за сутки около 170 человек, сейчас около 100. Врачи уверяют, помогли ограничительной мерой. В первую очередь карантин в школах. Вели его с 27 января по 9 февраля и, как оказалось, не напрасно. Но больше внеплановых каникул у учащихся, похоже, не будет. Я думаю, что решение будет положительным возгновить учебный процесс в школах, скорее всего. Но окончательное решение будет конкретно 8 числа, 9. Сейчас в регионе гриппом болеют 239 человек. 80% из них свиным. Причем прививку из этого числа сделали только 11. Результат, как говорится, налицо. Но в целом пациентами врачи довольны. Большинство с болезнью не затягивали и сразу обратились в больницу. Так что осложнение в виде пневмонии удалось избежать. У детей, к примеру, воспаление легких вообще не зафиксировано. Все эти случаи берутся под контроль. То есть больные с пневмониями подлежат госпитализации. Госпитализируются, находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Несмотря на хорошие новости, врачи не советуют расслабляться. В регионе эпидпорог по-прежнему превышен в два раза. Причем похожая ситуация во всем центральном федеральном округе. Так что про профилактику забывать не стоит. Тем более за гриппом. А H1N1 придет другой штамм, не менее опасный. Эпидемия еще не закончилась. Почему? Да потому что на фоне распространения гриппа H1N1 может потом на хвосте, как эпидемиологи говорят, присоединиться грипп B. Он тоже имеет вялые течения. Там тоже возможно осложнение. Там тоже возможно пневмония. Грипп B врачи ожидают совсем скоро. Он не такой патогенный, как свиной, так что большой вспышки заболеваний не будет. В регионе он задержится до самой весны. А это значит, что медицинские маски пригодятся липчанам вплоть до апреля. Анастасия Сердюкова, Роман Авраменко, Липецкое время.